Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! С вами Максим Бекужин, и сегодня мы переходим к разбору базовых принципов разыгрывания окончаний. Первый принцип, о котором пойдет речь, это игра королем. Прежде всего, вы должны понимать, что эндшпиль это самая важная стадия игры для шахматиста практика. Довести полученный перевес до победы, переиграть соперника в примерно равном положении, создать максимальные трудности в проигранном, может далеко не каждый юный шахматист. Все дело в том, что при ограниченном материале на доске начинают действовать совершенно иные законы, о которых и пойдет речь в следующих видео. Главной целью в окончаниях является отнюдь не атака на короля, а неторопливый сбор минимальных преимуществ ради превращения пешки. Именно превращение является конечной целью, однако, как правило, путь к нему труден. Поэтому очень важно уметь играть королем в окончании. Для начала давайте разберемся с его функциями, разделив их на защитные и атакующие. Первой атакующей функцией короля является функция завоевания новых клеток для своих проходных пешек. Прежде всего, король взаимодействует именно с пешками. Самые опасные пешки – это проходные пешки. Поэтому король стремится помогать своим проходным пешкам продвигаться дальше. В данном положении у белых материальное преимущество. Кроме того, что у них три пешки против двух, также они имеют две, хоть и разрозненные, но все-таки проходные пешки. Одна из которых практически добралась до поля превращения. Это пешка D7. В данный момент все фигуры белых расположены идеально. Их ладья оказалась на поле вторжения. Она держит под контролем поле превращения белой пешки. Она создает определенные угрозы. К тому же, она расположилась на опорном поле. То есть, ее в данный момент защищает собственная проходная пешка. Белый слон также стоит очень здорово. Он защищает обе проходные пешки. И, ко всему прочему, через пешку защищает ладью, делая ее позицию максимально надежной и, по сути дела, вечной. Единственная фигура, которая не играет в данный момент, это король. Вроде бы, белый король занят очень важным делом. Он сдерживает ладью противника. Он держит клетки F1, F2 и F3, не пропуская туда ладью противника, которая, встав на одну из этих клеток, может помогать своим пешкам королевского фланга продвигаться вперед. Не стоит забывать о том, что у черных также есть возможность создания проходной пешки путем продвижения своего большинства на королевском фланге. Однако, ладья черных вынуждена защищать слона, расположившегося на поле превращения белой пешки. Поэтому защитные функции в данный момент от белого короля не требуются. Зато требуются атакующие. Давайте посмотрим, каким образом белые довели свое материальное преимущество до победы. Итак, для начала их король продвигается вперед, как можно ближе к своей наиболее далеко продвинутой проходной пешке, D7. Вот она, пешка D7. Итак, белые ходят король D3. Что в ответ предпринять черным? Конечно же, им необходимо надвигать свое большинство на королевском фланге. Следует G5 на G4. И теперь белые продвигают своего короля дальше. Он идет на C4. Черные понимают, что движение пешки H, ход H5 на H4, может быть невыгоден им, поскольку ладья белых в этом случае может встать на поле Е4. Таким образом, атакуя пешки по четвертому ряду. Поэтому черные предпочитают продолжение слон C7. Таким образом, их слон атакует пешку H2. Пешка H2 сейчас взята под удар. Но нужно понимать, что кроме нападения на пешку H2, у слона есть еще и защитные функции. Он не должен забывать о защите поля превращения, поля D8. Поэтому взять пешку на H2 не представляется возможным. Итак, слон C7 сыграно. Теперь белые ходят слон C6. Таким образом, они пропускают своего короля дальше в неприятельский лагерь, поближе к чернопольному слону противника. Следует H4. Король. B5. G3. HG. HG. Итак, черные добились своей цели. Они создали проходную пешку. Однако, следует помнить о том, что белопольный слон белых контролирует следующее поле. Поле G2. И если пешка продвинется вперед, то ее можно будет просто забрать. Поэтому приобретение проходной пешки, тот факт, что черные сумели ее создать, абсолютно не изменил ситуацию. И белые, несмотря на создание проходной пешки противника, просто продвигаются королем дальше. Следует король А6. Черные отступают своим слоном на D8. И теперь белый король максимально приближается к полю превращения пешки D7. Король B7. Слон А5. Необходимо делать хоть какие-то полезные ходы. И вот сейчас, из-за того, что белый король контролирует поле C7 и не подпускает черного слона к защите собственной проходной пешки, белые не торопятся сейчас продвигать свою проходную пешку, а просто идут за пешкой противника. Они ходят ладья Е3. Очень сильный ход. Пешка на G3 под ударом. И теперь она неизбежно теряется. Еще последовало король F6, ладья бьет G3, король Е6, ладья Е3, шах, король D6, ладья Е8. Как вы видите, белые просто вернули свою ладью на необходимую клетку, на самую активную клетку. И сейчас выясняется, что черным тяжело держаться по восьмой горизонтали. Ладья вынуждена отступить на F7, дабы связать пешку D7. Иначе последовало бы D8 ферзь с легкой победой. Король белых в данный момент отступить не может, потому что он должен защищать слона C6. Поэтому для начала белые играют ладья А8, атакуют слона противника. И после того, как слон отступает, в движение приходит еще одна белая пешка. После хода А4 на А5 стало очевидным, что пешку А черным не остановить, поэтому они немедленно признали свое поражение. Белые сумели победить именно благодаря своему королю, который в нужный момент был готов помочь продвижению пешки D. То есть могло последовать король C8 с дальнейшим D7, D8. И также белый король взял под контроль все продвижения своей проходной пешки А. Поле А6, поле А7 и, соответственно, поле превращения А8. Следующей атакующей функцией короля является взаимодействие с наиболее активными фигурами для усиления угроз. В данном случае сильнейшей стороной, безусловно, являются черные. У них на фигуру больше, и несмотря на то, что у белых в данный момент 6 пешек против 4, и есть очень сильная защищенная проходная пешка на Е5, готовая продвигаться вперед, благодаря тому, что в данный момент белые угрожают пойти ладья же 5 шаг, с идеей забрать пешку на А5, и блокада черных фигур в ближайшее время будет разрушена, позиция черных здесь близка к выигранной. Самое главное — найти верный путь. И черные решают не бороться с армадой из белых пешек. Это действительно довольно-таки бессмысленное и бесперспективное занятие, а вместо этого устремляются в игру против короля противника. И самой главной активной и атакующей фигурой в данном случае, конечно же, будет являться ладья. Черный же король выступит в роли фигуры поддержки, но эта поддержка в данный момент необходима черным, потому что ресурсов для создания успешной адаки им, конечно же, не хватает. Итак, черные играют ладья Е2. Это, безусловно, логичный и активный ход. Ладья сама по себе стоит на Е2 наилучшим образом. Ко всему прочему, для черного короля открывается поле Е4. То самое поле, на котором только что стояла ладья черных. И после естественного продолжения ладья Ж5 шах, черные проникают своим королем в неприятельский лагерь. Теперь создается угроза слон Д4 шах. Черный слон также встает на наиболее активную позицию. И неожиданно белый король попадает под удары всех фигур противника. Следует Е5 на Е6. Это единственный шанс белых продвигать вперед проходные пешки. Но атака черных неминуема и расплата за недооценку угроз, исходящих от крайне активного черного короля, неминуема. Слон Д4 шах. Белый король вынужден отступать на вертикаль Б. В партии последовала король Б4. Но ход король Б3 ничего бы не изменил. Ладья берет Б2 шах. Белого короля отправляют на крайнюю вертикаль. Он идет на А4. Идея проста. Если сейчас черные продвигают пешку Б вперед, играют Б7, Б5 шах, то белый король с А4 уходит на А5, далее на А6 и спасается. Поэтому прежде всего черные ходят слон С3. И выясняется, что угроза Б7, Б5 это угроза мата. Данный мат неизбежен. Во избежание мата необходимо играть ладья Е5 шах. После этого хода достаточно просто забрать ладью. И позиция черных будет выиграна. Но можно сделать проще. Можно просто отступить королем на А4. И следующим ходом пойти Б7, Б5. Белые сдались. Продолжать борьбу. Они не стали. И в общем-то здесь никакого смысла не было. Ну, давайте приведу самый простой вариант. Например, ладья Е5 шах играют белые. Проще всего черным эту самую ладью забрать. А если в этом случае следует Е7, то мы можем просто вернуть нашего слона на С3 с угрозой Б5. Е8 ферзь шах. Ну и здесь черный король должен отступить, например, на Д4. После чего полный порядок. Намного проще. Намного проще на ладья Е5 шах отступить королем на Д4. Теперь уже пешка гарантированно никуда не проходит. А угроза Б7, Б5 немедленно приводит к мату. Третьей и последней атакующей функцией короля является нападение на фигуры и пешки. В данном положении очередь хода за белыми. Как вы видите, фигур на доске совсем мало. Белый король уже занял активное положение. Несмотря на то, что он расположен не в центре, белый король создает конкретную угрозу. Он угрожает забрать пешку Б6. Таким образом, черный король должен все время находиться рядом с этой пешкой. Либо на эту роль необходимо выделить коня. Однако, черный конь также вынужден защищать свою слабую пешку на G6. Которую, в свою очередь, атакует белый слон. Таким образом, позиция черных заметно хуже. Однако, не совсем понятно, каким же образом белые будут выигрывать. Ведь пешка на G6 под защитой коня, пешка на B6 под защитой короля. У короля есть ходы. Он может вставать на C6 и на C7. Но белые, при своей очереди, ходы, естественно, играют слон Е8. Таким образом, поле C6 берется под контроль. Сейчас уже сделать ход конем или королем, сохраняя защиту одновременно и пешки B6, и пешки G6, невозможно. Поэтому черные пользуются нападением. Они ходят король D8 и атакуют белого слона. И сейчас белые применяют достаточно известный и стандартный прием. Они жертвуют фигуру за несколько пешек. Общеизвестно, что в окончании ценность пешек значительно возрастает. Из-за того, что фигур на доске меньше, и сдерживать проходные пешки сложнее. Именно поэтому мы и стремимся продвигать проходные пешки именно в окончании. Там это проще сделать. И к тому же нет ферзей, а ферзи необходимы для постановки мата. Итак, слон берет G6 сыграно. Черные вынуждены забирать слона. И теперь белые играют. Король берет B6. Несмотря на то, что в данный момент у белых всего лишь две пешки за фигуру, в дальнейшем белый король, конечно же, расправится с пешками А5 и C5. И получится три связанные проходные пешки на ферзевом фланге, что обеспечивает белым выигрыш. В партии же после король D7, король берет C5, конь Е7. Белые не стали жадничать, они не пошли королем на B5. Тем более понятно, что на ход король B5 последует конь C6. Вместо этого белые удовлетворились двумя связанными проходными пешками. Они сыграли B2 на B4. И после А5 берет B4, C3 берет B4. Пара связанных проходных пешек, поддержанных активным королем, немедленно решают исход борьбы. Последовало конь C8, A5, конь D6, B5. Черные понимают, что конь с королем не могут организовать пассивную оборону. В этом случае, скажем, если бы черные не стали играть конь D6, а сыграли бы король C7, белые просто направили бы своего короля на королевский фланг, забрали бы там все пешки. А с пешками ферзевого фланга еще нужно было бы разобраться. Это гораздо дольше. Итак, сыграли на конь D6, B5. И теперь конь Е4 шаг. Черные ищут контр-шансы. Они стремятся создать собственную проходную. Но просто не успевают. Белые пешки проходят быстрее. После король B6, король C8, король C6, король B8, B6. Черные сдались, потому что поняли, что белые пешки уже прошли. Ну, давайте в этом убедимся. К примеру, на ход конь берет G3, белые отвечают А5 на А6. На конь Е2 играют А6, А7 шаг. На король А8 играют B6, B7 шаг. И на король бьет А7, ходит король C7. Теперь превращение пешки неизбежно, а значит, неизбежен и выигрыш белого. Подводя итог атакующим функциям короля, необходимо отметить несколько очень важных выводов. Во-первых, король прежде всего исполняет роль фигуры поддержки. То есть, сам по себе король не является атакующей фигурой, такой как ладья или такой как ферзь. Но зато его можно сравнить с такой фигурой, как конь или слон. Он помогает своим фигурам занимать новые клетки, он помогает своим пешкам продвигаться вперед. Это его главная роль. Не стоит переоценивать его возможности, но также не стоит их недооценивать. Второе. Король хорошо взаимодействует с фигурами и пешками. Так как возможности короля похожи на возможности ферзя, он ходит во все стороны, но с другой стороны ограничен в передвижениях. Соответственно, король с легкостью может поддержать свою проходную пешку, король может укрепить своего коня, а король может помочь своей ладье создать угрозу мата. И поэтому он должен активно принимать участие в борьбе. Отсюда следует третий вывод. Король может создавать угрозы самостоятельно. Если вы видите слабость и не видите той фигуры, которая может атаковать эту самую слабость, попробуйте найти путь для короля. Как правило, в окончаниях королю уже не может угрожать мат в принципе, а значит он вполне может двигаться вперед и создавать угрозы. С вами был Максим Бекужин. Желаю успехов в совершенствовании вашего шахматного мастерства и всего доброго.